всем здравствуйте с вами я елена викторовна и сегодня мы с вами будем выполнять вторую часть первого варианта подготовки всероссийской проверочной работе четвертом классе по русскому языку вот такой вариант я использую вверху я помещу ссылочку на ролик о пособиях которых можно использовать для подготовки к вpr и также размещу ссылочку где мы выполнили первую часть этой работы написали диктант и выполнили первые два задания задания 2 и 3 к диктанту и сегодня мы с вами будем выполнять вторую часть к этому диктанту во второй части относятся 13 заданий отводится 45 минут выполняется в другой день отличный от диктанта и так задание четвертое произнеси данные ниже слова поставь в них знак ударения над ударными гласными нам даны 4 слова нам нужно поставить в этих словах ударение включит ударение падает на и а жила ударение на а силос ударение на и арбуз ударение на у арбуз пятое задание в данном ниже предложение найди слово в котором все согласные звуки звонки и выпиши это слово звонки и согласны это те согласные которые при произношении произносятся с голосом да с голосом и с шумом произносим молодой нам нужно посмотреть чтобы все согласные были звонки звонки согласны алла звонки согласны до звонки согласны я звонки согласны слова подходит проверяем другие слова уже не подходит потому что глухой согласный быс тоже не подходит потому что есть глухой согласный научь тоже не подходит летать тоже не подходит и так в данном предложении слово молодой и в нем все согласные звуки звонки мы выписываем сюда где написано слово ответ это слово слово молодой больше ничего нам не сказано сделать в этом предложении в этом упражнении поэтому ничего с вами не делаем следующее задание прочитать текст и выполни задание 6-16 запиши ответы на отведенных для этого строках обязательно перед тем как что-то выполнять нужно читать инструкцию что нужно сделать нам сказано прочитай текст сумерки я возвращался из леса и увидел на дороге ежика посадил я его в кепку принес домой и назвал фомкой в комнате фомка нашел за печкой старый подшитый валенок и забрался в него а на том валенке любил дремать рыжий кот васька всю ночь до рассвета он где-то бродил а затем прыгнул форточку лег он на свое любимое место за печкой но тут же выгнул спину дугой и выскочил на середину комнаты васька не на шутку перепугался старый дедов валенок чихал кашлял фыркал я подумал что теперь рыжему ваське спокойной жизни не будет но ошибся день за днем кот и еж приглядывались друг другу а потом привыкли и подружились даже молоко стали пить из одного блюдца как-то еж поймал в стенях мышонка и показал его коту пристыженный кот заурчал и предпочел удалиться во двор васька был толст ленив и на мыши не обращал внимание осенью я пустил фомку под дом но почти каждый вечер еж прибегал крыльцу стучал по блюдцу лапами и требовал молока на зов колючего друга являлся кот но самое удивительное что с тех пор и васька начал ловить мышей ведь недаром говорится что с кем поведешься от того и наберешься мы с вами прочитали текст и начинаем выполнять задание с 6 по 16 первое задание что хотел сказать автор читателю определи и запиши основную мысль текста я считаю что основная мысль этого текста это с кем поведешься от того и наберешься или друзья всегда влияют друг на друга какой вам ближе смысл мысль то ту мысль и пишите лучше всего выбирайте ту мысль которая уже написана в тексте чтобы не допустить ошибки с кем поведешься от того и наберешься пишем это предложение с кем поведешься от того и наберешься основная мысль текста это то что автор хотел сказать своим рассказом с кем поведешься от того и наберешься седьмое задание составе запиши план текста из трех пунктов в ответе ты можешь использовать сочетание слов или предложение план текста это краткий пересказ текста то есть нам нужно еще раз перечитать части плана и составить три пункта самое главное а заглавить самые главные слова о чем хотел сказать автор сумерки я возвращался из леса и увидел на дороге ежика посадил я его в кепку принес домой и назвал фомкой комнате фомка нашел за печкой старый подшитый валенок и забрался в него а на том валенке любил дремать рыжий кот васька всю ночь до рассвета он где-то бродил а затем прыгнул форточку лег он на свое любимое место за печкой но тут же выгнал спину дугой и выскочил на середину комнаты васька не на шутку перепугался старый дедов валенок чихал кашлял фыркал я считаю что на этом месте закончилась смысловая часть как можно назвать какое название можно дать этой части я предлагаю назвать эту часть как ёж фомка испугал кота ваську и сюда записать как ёж фомка испугал кота ваську далее находим вторую часть я подумал что теперь рыжему ваське спокойной жизни не будет но ошибся день за днем кот и ёж приглядывались друг другу а потом привыкли и подружились даже молоко стали пить из одного блюдца как-то ёж поймал в сенях мышонка и показал его коту пристыженный кот заурчал и предпочел удалиться во двор васька был толст ленив и на мыши не обращал внимания я считаю что вторая часть здесь закончилась как можно заглавить ёж и кот подружились например читаем третью часть осенью я пустил фомку под дом но почти каждый вечер ёж прибегал крыльцу стучал по блюдцу лапами и требовал молока назов колючего друга являлся кот но самое удивительное что с тех пор и войска начал ловить мышей ведь недаром говорится что с кем поведешься от того и наберешься как можно заглавить эту часть текста дружба пошла коту на пользу или любое другое используйте те слова которые есть в тексте чтобы было меньше ошибок и так работаем дальше восьмое задание задай по тексту вопрос который поможет определить насколько точно твои одноклассники поняли содержание текста запиши свой вопрос возвращаемся опять к тексту и находим такой вопрос чтобы нам было понятно читали ли ваши одноклассники этот текст работаем дальше записали это предложение так как написано запиши свой вопрос то здесь у нас стоит вопросительный знак девятое задание как ты понимаешь значение слова блюдца из предложения 9 запиши свое объяснение возвращаемся к 9 предложение читаем его день за днем кот и еж приглядывались друг другу а потом привыкли и подружились даже молоко стали пить из одного блюдца что означает здесь слово блюдца скорее всего это небольшая тарелочка под молочко и записываем сюда ответ блюдце это небольшая тарелочка десятое задание замени слово старый близким по значению словом запиши это слово предложение 7 читаем седьмое предложение васька не на шутку перепугался старый дедов валенок чихал кашлял фыркал какой валенок был у деда кроме того что он старый каким словом его можно заменить ветхий например изношенный или любое другое и это слово нужно записать одиннадцатое задание в предложении десятом найди слова состав которого соответствует схеме корень суффикс и окончание выпиши это слово обозначь его части возвращаемся к тексту десятое предложение читаем как-то еж поймал в синях мышонка и показал его коту посмотрите чтобы был корень суффикс и окончание здесь очень хорошее слово есть мышонка выписываем это слово и разбираем его части обозначаем его части мышонка разбор по составу начинаем разбирать с окончания окончания это изменяемая часть слова мышонка мышонку окончание а основа слова все что без окончания подбираем родственные слова мышь мышка корень будет мышь и суффикс онк мышонка двенадцатое задание выпиши из предложения четырнадцатого все имена существительные в той форме в которой они употреблены в предложении укажи род склонение число падеж одной из форм имени существительна возвращаемся к четырнадцатому предложению читаем его назов колючего друга являлся код нам нужно выписать существительное здесь существительное зов друга и код выписываем эти слова и одно из этих существительных указываем род склонение число и падеж например кот начальная форма код имя существительное код мужской род второе склонение ко второму склонению относится мужской род с нулевым и окончанием и находим число единственное число и указываем падеж смотрим на предложение предложение 14 предложение назов кого друга родительный падеж далее давайте слово зов разберем зов что зов начальная форма так и будет зов род что он мой зов мужской род второе склонение второе склонение единственное число на что назов это будет винительный падеж далее 13 задание выпиши из предложения восьмого все формы имен прилагательных с именами существительными которым они относятся укажи число род если есть падеж одной из форм имени прилагательного на выбор возвращаемся к тексту восьмое предложение я подумал что теперь рыжему воськи спокойной жизни не будет но ошибся прилагательное здесь рыжему и спокойной выписываем вместе с существительными словосочетания рыжему воське спокойной жизни давайте разберем рыжему воське рыжему воське featured определить дателлин и подписаться ребят пытаемся номер второе предложение Посадил я его в кепку, принёс домой и назвал Фомкой. Тут два местоимения. Местоимение «Я» и местоимение «Его» разберём. «Я» – это первое лицо, единственное число. «Его» – кто «он» – это третье лицо, единственное число. Пятнадцатое задание. Выпиши из предложения второго все глаголы в той форме, в которой они употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо, если есть, число, род, если есть, одно из форм глагола на выбор. И вот здесь я специально вам написала неправильно, чтобы показать, как действовать, если вдруг вы написали неправильно. Вы зачёркиваете неправильный ответ и пишите рядом правильный. Второе предложение. Выписываем глагол из второго предложения. «Посадил я его в кепку, принёс домой и назвал Фомкой». Какие здесь глаголы? «Посадил», «принёс», «назвал». Выписываем «посадил», «принёс», «назвал». И выбираем один глагол и указываем, что нам нужно. «Посадил», например. «Посадил». Начальная форма – это что делать? «Посадить». Указываем спряжение. Если в окончании «и», то это второе спряжение. Кроме слов «исключение», это не слово «исключение». Второе спряжение. «Посадил» – время. Это прошедшее время. Когда он его посадил? Прошедшее время. «Лицо», «кто он?» В прошедшем времени мы можем определить «лицо». «Он» – это третье лицо. «Число» – единственное. «Число». «И род». «Кто он?» «Мужской род». «Он посадил». Одно из форм глагола. Далее, шестнадцатое задание. «Представь, что одноклассники пригласили тебя на каток, а ты по уважительной причине не можешь прийти. Постарайся отказаться от приглашения так, чтобы не обидеть ребят. Запиши свой отказ». Как можно сказать? Обязательно должны быть вежливые слова. Какие, например? «Ребята, к сожалению, я не смогу прийти на каток в этот день. Извините меня, пожалуйста, но мы обязательно покатаемся с вами в следующий раз». Обязательно вот здесь в ответе должны быть слова «извините», «пожалуйста», «к сожалению». То есть добрые слова, уважительные слова. Давайте запишем. И сюда нужно записать свой отказ. «К сожалению, я не смогу прийти на каток в этот день. И объясните им, да? Постарайтесь отказаться от приглашения так, чтобы они не обиделись. Извините меня, пожалуйста. Извините меня, пожалуйста. И обязательно сказать, что «но, мы обязательно покатаемся». «В другой день». «В другой день». «В другой день». Вот. Всё. Сегодня мы с вами выполнили вторую часть всероссийской проверочной работы по русскому языку в четвёртом классе. первая часть работы была диктант. Мы её написали. Вверху я помещу ссылочку. Вы можете пройти и написать вместе с нами, кто не писал ещё. Ещё раз напоминаю, что на ВПР по русскому языку отводится два дня. Первый день – это диктант, 45 минут и два задания. И второй день – это часть вторая. Здесь 13 заданий, которые мы с вами сегодня разобрали. Я рада была вам помочь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, друзья!